всем привет меня зовут оля но сегодня я в образе донателло versace если бы она была рыжей такая же вся в ляперде с такими же неоднозначными губами скажите мне пожалуйста вам нравится стиль versace мне ну так соусом на самом деле кто вот из дизайнеров из брендовых вам больше всего нравится напишите мне чистить вот не то что чью одежду вы покупаете понятное дело что но не многие из нас покупают брендовую одежду я например нет но я всегда восхищаюсь вдохновляюсь смотря показы гучи вот эти вот какие-нибудь спортивные зеленые штаны сверху шелковая коктейльная сорочка типа а-ля платье помню быть оранжевого или кораллового цвета и какой-нибудь шубы из чебурашки какие-нибудь огромные ну это это очень круто на самом деле если бы я попыталась так одеться получилось бы какая-то фигня они делают это все каким-то таким необыкновенно красивым мы сегодня с вами играем слепые затесты у меня очередная доза от шести до десяти и запечатанный запечатанный конвертик потому что вдруг кто-нибудь на него скажет да ты все уже прочитала нет я ничего не прочитал еще раз огромное спасибо татьяне если она все еще смотрит вторую часть постараюсь сегодня как-то побыстрее прошу раз это все я не знаю как другие люди снимают за 10 минут они за 10 минут обозревают 10 или 15 ароматов как так что такое у них с носом я на самом деле после того как я уже закончила видео я продолжала обнюхивать свои руки и ароматы все еще раскрывались раскрывались и показывали мне какие-то свои новые грани если бы это видео длилось 40 было бы намного интересней мне вам нет я уверена что так поэтому начинаем пробирка номер 6 будем делать все максимально быстро чтобы ароматы успели раскрыться вот я прям даже вот пожирнее буду наносить вот так это у нас будет пробирка номер 6 не будем спешить номер 6 вот здесь так номер 7 номер 7 будет у нас вот тут немножечко пусть подышит подышит все такое яркое на самом деле мне моментально забил смазки где зачем-то сразу все это вдохнула нула номер 6 это какой-то достаточно такой нейтральный аромат даже сложно сказать какие здесь ноты по крайней мере в самом начале доминируют и ярко звучат я дам ему еще посидеть потому что мне сложно сейчас сказать мне хочется сказать что он зеленый травянистый что травы эти сухие суховатые это не свежая трава и он чуть-чуть такой вот сладковатый запах как знаете бывает запах сладковатый запах сена свежего сена где-нибудь в августе сентябре вот такой сладковатый запах травы это шестой аромат седьмой тут что-то еще сложнее еще интересней он древесный он сладковатый здесь явно чувствуются какие-то ноты фиалки возможно через какое-то время этот аромат станет сладко сладко помада такая помадная нотка такая появится ну это я так прогнозирую потому что мне кажется что здесь есть фиалка фиалка обычно что такое превращается он древесно сладкий сладкая древесина дальше будем смотреть внизу как обычно все названия ароматов уже вам подписаны для вашего удобства и вы можете уже думать что я такое говорю насколько это похоже на те пирамиды которые указаны как воспринимаются те ароматы у нас намазала сложный аромат тоже здесь тоже есть ветивер мне кажется тоже древесный аромат скажите оле что у тебя все там древесное что ли это не у меня татьяна так вот но не конечно два древесных совершенно разных здесь чувствуется еще что-то такое знаете типа ангелики какие-то кине слегка молочные ноты травы молочные какие-то травы этот аромат более более свежий древесно свежий зеленые какие-то есть ноты такая а шестой что у нас шестой что мне вообще очень сложно уже воспринимать его как-то так очень нюдово уселся на моей коже он слился с кожей и пахнет просто чем-то очень теплым какие-то немножко может быть бальзамы очень странные ароматы очень сложные в этой подборке в серединке у меня еще пятерка ароматов да вот мне сложно они что-то говорить это вообще ароматы не моего направления я не такие необычные это видимо все какая-то вообще ниша такая замысловатая призамысловатая которую я просто не знаю но мы сейчас что-нибудь все равно поговорим а мне опять хочется крикнуть это тубероза каштан это тубероза каштан из эксклюзивной линейки ланкомовской но это правда тубероза каштан или или сап те самые три сестрички которые в прошлый раз я с лавандой трианон спутала и по цвету это не или сап или сап он такой коричневатый у меня стоит а тубероза и каштан у меня стоит вот такого желтого цвета я не зря наверное училась на юриста не зря у нас была криминалистика это тубероза каштан я даже на себя наносить и не буду иначе она будет меня сбивать со всего девятая это тубероза каштан вы свидетели либо моего триумфа либо моего очередного позора так десятый что же тут что же что же что же что же здесь куда в него так на руке ничего нет как вкусно пахнет слушайте это что-то такое я сегодня уже говорила об ангелике это похоже на туберозу ангелику от джо малон вот такой же нежный зеленый с какой-то молочной ноты аромат я правда туберозу ангелику всего лишь один раз в аэропорту в бангкоке пробовала ну так на бегу но вот мне кажется что он похож на нее это зеленая такая не сладкая не так жвачный а такая зеленая нежная трепетная тубероза и ангелика какие-то еще такие вот знаете молочко вот такое травянистое молочко боже как это красиво возможно здесь есть наверху в верхних нотах какие-нибудь эти вот белые цветы флерд оранжи или что-то такое как это красиво интересно как это раскроется вернемся к прошлому так шестой а где у меня был да вот он шестой аромат раскрылся я не помню что я говорил о нем в начале но вы наверное следите вы следите же да он сейчас стал какой-то здесь какая-то чуть копченая древесина и он стал теплый телесно сладкий и чуть-чуть чуть-чуть гарри как не гарри а вот знаете какую берешь головешку из костра но не свежий а который уже какое-то время назад может быть несколько дней назад она уже полежала да и такой сладковатый запах дымка какой он классный вначале там что было травное я помню да и теперь он стал сладким сладким чуть-чуть под копченым так черт я не помню где еще наносила так вот здесь наверное если то было шестое это седьмой седьмой аромат здесь явно есть фиалка я не могу ничего сказать а древесный аромат он древесный и здесь есть фиалка который придает ему какую-то влажность я не знаю не знакома с этим ароматом он мне ничего не напоминает мне даже не с чем его сравнить шесть семь восемь вот этот вот оранж красного такого красноватого цвета он начинает раскрывать он становится совершенно другим он становится более теплым и здесь явно стал проявляться ветивер и сандал тонкий тонкий сандал такая тонкая тонкая струйка благовоний сандалов это семерка вернее это восьмерка ветивер и сандал я вот так вот уже чувствую что это сейчас на мне будет замыливаться я уже чувствую что моя кожа у меня горячая кожа на уже разогревает его и замыливает а это у нас десятый становится соленым какая-то соленая нота добавляется вот ко всем к этим туберозно ангеликовым таким зеленым молочным запахом добавилась соленая нотка я тоже я не знаю этого запаха возможно эту беру заказала расскажет я люблю это беру за ангелик а возможно к стенами закрываю рот руку и вы не слышите что я там пугню себе под нос на вся такая все так пахнет все становится каким-то сладким все заслащивается я не знаю даже что еще говорить давайте я подведу последние итоги и так шестой аромат превратился в какую-то вообще втишайшую втишайшую сладость под копченую древесную сладость на моем на моей руке седьмой аромат здесь древес он явно древесный и с ветивером но что-то в нем есть такой немножко мармеладно помадная это седьмой аромат восьмой аромат восьмой аромат сандал сейчас явно чувствуется сандал и он уходит в мыло потихоньку там было что-то сладкое там была какая-то фиалка там было что-то древесное и сейчас он будет превращаться в мыло так и десятый аромат ну вот ангелика явно чувствуется что такое зеленое молочное приятное теплое травянистые открываем открываем потому что время лежит я открываю все привоз дрожащими руками на самом деле так интересно и теряешься вот в этих неизвестных каких-то новых ароматов обычно даже когда ходишь в магазин пробуешь пробую что-то вот из своего вкуса на свой вкус а вот что что тебе не знакомо ты не пробуешь и опять шестое идет у нас от виканта это я знаю что читается не викант а здесь должна быть цифра 5 на латынин я не помню как она произносится кванта так квартета c4 квинтета t5 да кванту канту во кванту канту магнификат магнификат я с этим брендом вообще не знакомо это шестой кванта канта такой тихий удивительный это штецан теренце он же должен быть ого-го так что у нас тут скажет нам фрагрантик это про это так магнификат есть такой темненький из черной серии и что же у нас бальзамический теплый пряный сладкий амбровый пудровый да вот я сказал что он в конце в конечном итоге он раскрылся чем-то таким какими-то подкопченными деревяшками очень сладкими и здесь ладан ладан ну нет сахарная вата на мне он такой тихий на мне он такой незаметный я бы ни конец в жизни искала что-то циан теренце но и в принципе по пользователе тоже говорят что он не такой уж громкий да вот здесь есть какие-то бензоин до пачули то что я называла возможно ветивером что такое он очень мягкий амбровый вот я бы сказал что он амброво ванильный такой вот бензоиновый очень очень близко к коже сидящий я его практически не чувствую практически сейчас как как ни странно вот копченые сладкие деревяшки так это слик свет 7 7 7 7 это вот это слик свет актом и в сен лоран это сен лоран а кожа говорите то что я приняла за древесность это оказывается кожа кожа здесь очень мягкая неявная вполне может быть сейчас посмотрим что он нам скажет сейчас я поставлю на паузу чтобы найти аромат и сделала фото я такой вообще мастер одну секундочку так продолжаем это значит у нас кожа и в сен лоран мастерская из эксклюзивной линейки да вот я говорила что он древесный древесный и заслащивающийся я говорила на самом деле здесь есть какао но я какао не чувствую здесь есть пачули здесь есть какие-то тоже древесные ноты и и ладан и ваниль и табак и лауданум ну вот что то такое да а почему кожа называется или я неправильно перевела потому что кожа есть не чувствует я вам сказал что он сладко древесный он сладко древесный есть что-то такое влажное скала фиалка но видимо вот влажность здесь дает не фиалка вот пачули они не такие не шоколадные которые терпеть не могу а вот которые придают влажность такую так это был седьмой аромат восьмой вот этот вот странный который мне показался потом превращающийся в сандайл ага это аромат который вчера я смотрела у меня был такой вот перл интенс темный а здесь какой-то другой перл розовый розовая какая-то жемчужина я не буду вам название вот это вот говорить вот это да вот я оно у вас там написано от восьмерки да у вас же все правильно вы видите не перевернута камера вот девятый смотрел тубероза каштан тубероза каштан я угадала с первых нот так слушайте а на фрагрантике ты этой жемчужины ты розовый ты и нету а нет есть она просто в другом а в другой флаконе в другом что я тут чувствовала вам я вам тут рассказывала что я почувствовала здесь в конечном итоге сандал нифига никакого сандала здесь нет единственное что я здесь я правильно угадала так это апельсиновый цвет не который должен был быть в верхах вообще совершенно и вот помадную нотку которую здесь видимо дает роза вместе с мускусом и ванилью очень странный аромат очень странный вот он очень вообще все эти ароматы очень странные сликс свейт очень странный и виканта виканта я бы в жизни бы не сказал что дециан теренцо создал такой аромат который я вообще через две минуты не чувствую со своей руки что это такое сан теренцо итак вернемся к ты к жемчужине к розовой роза ну роза может быть здесь такая роза но неявная знаете как розы есть мунном и руш там тоже якобы есть розы якобы аромат построен вокруг розы но я там явную розу не чувствую вот как и здесь тоже так же никогда бы в жизни а еще вот это гальбан он тут есть он тоже такую округлость нежность никогда бы в жизни если бы мне вот показали эту пирамиду и дали бы понюхать этот аромат я бы их никак бы не 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 соединила так и десятый аромат который мне понравился больше всех так странно тут сейчас у меня вылез там где говорила боже там тубероза ангелика всякие такие молочные ноты и травяны сейчас вышел на мне рассол огуречный не знаю что его дает сейчас будем смотреть что это такое это тоже неизвестный для меня аромат называется что-то там вот так вот он называется но вы его прочитали как она называется сейчас буду попытаться как-то это все написать быстренько я сейчас поставлю пока на паузу напишу и вернусь к вам так я нашла его я нашла этот бело цветочный аромат да правда здесь нету не ангелики не тубероза здесь есть тиаре вот видимо тоже очень странный аромат я бы назвала его вот таким вот но тут тоже есть тиаре здесь есть жасмин амбре бензоин мускус ваниль магнолия с магнолией кстати в ароматах вообще не знакомо вот это все как пахнет тиаре может быть да потому что например в том же самом таиланде примерно так вот пахнет воздухе иногда ну конечно без соло огурцов но это мне сразу понравился этот аромат я видимо люблю бело цветочные ароматы но тоже я его совершенно не угадала и ну может быть только вот если вот мне показали эти ароматы и вот эти вот пирамиды вот чисто только методом исключения я бы наверное как бело цветочный с бело цветочным я как-то бы прокалери соотнесла бы этот парфюм и эту пирамиду но так вот никогда бы в жизни не сказала что есть такая пирамида так интересно а что же здесь выдает соленую ноту макнули здесь явно я чувствую сейчас соль